Алекс, девушка влюблена на подсознательном уровне, все признаки, а сознанием все отрицает. То влюблена, то нет, техники отрабатывают, дай совет, прошу. Еще раз, много-много раз я буду вам говорить всегда, никогда не слушай женщину. Никогда не слушай женщину, просто смотри на ее реакции на тебя, все, точка. Еще раз, тысячный раз я себе этот принцип подтвердил, прочитав нейробиологию и исследования по нейробиологии, где абсолютно четко показано, что мозг человека сформирован для того, чтобы объяснять его действия. То есть не для того, чтобы планировать действия, а чтобы объяснять его действия. Потому что действия чаще всего делает человек, не осознавая этого. Он не понимает, почему он что-то делает, он это делает, а потом объясняет себе, почему. Это касается не только женщин, это еще касается мужчин. То есть многие люди не понимают, что они делают и зачем. Но мозг их потом объясняет им самим. Первым человеком, в книгах которого я это заметил, это был Фрейд, книга «Я и оно». И там, значит, был описан эксперимент о том, что такое подгонка под ответ, где они там девушку загипнотизировали, ей дали инструкцию встать, взять зонтик. Потом она, когда вышла из транса, она встала, взяла зонтик, и они спросили, а почему. И они думали, что она будет затрудняться в ответе, а она совершенно даже не задумываясь объяснила им, что я хотела посмотреть, мой ли это зонтик. То есть действие она сделала, потому что у нее была подсознательная инструкция. Она встала и это сделала, и потом быстро себе объяснила, зачем она это сделала. У нее даже сомнений не было, что это не ее была мысль встать и взять зонтик. Это была ее мысль. Вот таким образом человек делает 90% того, что он делает. И женщина, которая влюблена в тебя, она точно так же себя ведет. То есть она делает действия, потом себе объясняет, почему. А мужчина, который начинает слушать ее объяснение, попадает просто в водоворот объяснений, лыжи или правды, и он начинает пытаться разобраться. А когда он начинает пытаться разобраться, он тонет просто в этом. Это нельзя слушать вообще. То есть важно знать и понимать, как она работает. И понимать, она сейчас это говорит, потому что у нее нахлынули эмоции. Она сейчас это говорит, потому что она на мне сидит. Она говорит это, потому что она хочет меня спровоцировать. Она это говорит, потому что она что-то чувствует. Но что она говорит, вообще не важно. Важно то, что говорит ее язык тела, как она двигается. Вот ты слушаешь, что она говорит, и не слушаешь, ты отключаешь, можно вообще отключить, что она говорит, смотреть только на ее язык тела вообще, да, и не разбираться в том, что конкретно, как связано логически там то, что она тебе сказала и так далее, просто язык тела. И поэтому если она тебе там говорит, что вот я не влюблена, она отрицает что-то, да, это вообще не имеет никакого значения, и тебе надо просто продолжать, ты все правильно делаешь, то есть если она влюблена, и ты видишь, что она влюблена, ты все правильно делаешь, дальше просто продолжай это делать и все, и не слушай, что она говорит, тебе наплевать, что она говорит. Если она не хочет признаваться тебе в любви, скажи, что признайся в том, что ты ненавидишь меня, что я последняя скотина и подонок Терпеть меня не можешь Ударь меня, да Задуши меня То есть это все тоже в технике влюбления Я буду трахать тебя, а ты души меня И чем жестче я тебя трахаю, тем сильнее можешь меня душить И все, у нее крыша будет ехать на этом теле Она будет это запоминать, она будет тащиться от тебя Будет не понимать, что с этим делать, потому что у нее нету никаких методов по борьбе с этой штукой Важно проявлять гибкость То есть не хочет она признаваться в любви, пускай тебе признаются в ненависти Пускай страстно и жестко посылает тебя матом Научи ее разговаривать матом с тобой Обращаться с тобой, как с последней сволочью Ты дьявол в ее жизни Ты дьявол, скажи все, что ты обо мне думаешь Да, я еще большего говна тебе принесу в жизнь Лучше беги от меня, детка Потому что тебе будет очень больно То, что сейчас ты испытываешь, это 10% от того, что будет, если ты продолжишь со мной общаться Вали! И вот это все, это пиздец Очень важная фраза, которая мне понравилась, абсолютно Я согласен с ней, я это писал, я прочитал в этой книге по нейробиологии Сапольского То, что я всем своим ученикам раньше говорил, что противоположность любви не ненависть Противоположность любви безразличия Это наш всегда принцип 20 лет был Я всегда на всех тренингах говорил Ребята, главное Неважно, какие эмоции она будет к вам испытывать Главное, чтобы она испытывала к вам эмоции То есть, делайте так, чтобы она любила, ненавидела Самое главное, это ее раскачать То есть, вызвать любые вообще эмоции Это очень круто, что нейробиология подтверждает наш 20-летний опыт Соблазнения То есть, то, что я вам сказал вначале, что вся психология пойдет ко дну просто Кроме практической психологии, кроме психологии, которая взята непосредственно из взаимодействия людей Это так И вот именно поэтому вот эти фишки темы, они останутся навсегда Навсегда, потому что они берутся конкретно из практики Не основываются ни на какой теории, а чисто из практики За то, что мы получаем из практики, и это самое ценное в теме на самом деле Спасибо за внимание